Вроде певец кудрявый такой, но дряхлую эстраду я при помощи с трудом могу. Мне кажется, очень романтичная натура, с ярким репертуаром. Скорее так, он создал весь репертуар своей супруги. В последнее время очень мало слышала. Смотрела фильм с участием Наташи Королёвой, которая рассказывала о их жизни. Знаю, такой певец есть. Знаю, что был женат на Наташу Королёвой. Сейчас, к сожалению, не помню, как его жену нынешнюю зовут. Знаю, что вроде опять женат, счастлива. Всё прекрасно. Сходу, конечно, вспомнить песни сложно, но вот «Жёлтые тюльпаны», что первое приходит на ум. Композитор, на самом деле, это очень сложно. И это всё всегда, конечно, не всегда в муках рождается, но очень сложно бывает, когда ты хочешь что-то написать, а муза там не посещает или что-то такое. Вот всем композиторам хочется пожелать прям всяческих посещений музы. Побольше вам муз, дорогие композиторы. Интересно, как будут дальше складываться их отношения? Всё-таки такая разница в возрасте. Да и не только это. Они во всём разные. Он признанный мэтр шоу-бизнеса. Она молоденькая девочка, совсем недавно приехала из провинции. Он избалован поклонницами, аплодисментами, известностью. А для неё это всё вновь. Смогут ли они сохранить свою любовь? Далеко не все в это верят. А я искренне желаю им счастья. Добро пожаловать, ласково просиму. Привет, Юлечка. Привет, ты говоришь. Ой, спасибо огромное. Проходите, как же рада я вас видеть. Наконец-то я у тебя дома. Так интересно. Жить в России и ни разу не услышать песни Игоря Николаева невозможно. Впервые он был признан композитором года в 1995 году. И с тех пор получал это звание неоднократно. Игорь Николаев писал в соавторстве с Евгением Евтушенко и Аллой Пугачёвой, с Леонидом Дербенёвым и Андреем Вознесенским, с Ильёй Резником и Михаилом Таничем. Его песни исполняют не только самые известные отечественные певцы, но и американцы, шведы, японцы. Когда 15-летний студент музыкального училища приехал в Москву с острова Сахалин, он и представить себе не мог такой популярности. В 2001 году указом президента Российской Федерации Игорю Николаеву присвоено звание «Заслуженный деятель искусств». Ну что, это свершилось? Свершилось то, что вы ко мне в гости пришли, во-первых? Нет, может быть, не так. Свершилось то, что вы всё-таки расписались, и была свадьба. И это очень радует. И всё-таки первый вопрос – почему вы поженились? Сегодня существует столько моделей семьи, воскресные какие-то семьи, среденедельные семьи. И никто как-то особо уже не стремится к этим старым традициям. Расписаться, кольцо, свадьба. Тем более, когда это не в первый раз, Игорь Юрьевич. Почему вы решили пожениться? Мне кажется, каждая женщина мечтает выйти за него замуж. Ну что, с первой минуты, когда ты его встретила, ты сразу же замуж мечтала за него выйти? Нет, нет, нет. На самом деле наши отношения, конечно, долго развивались. И мы всё-таки живём не первый год, уже пять лет прожили вместе. И я просто, честно говоря, в шоке от того, что он решился на этот шаг. Игорь, почему ты решился на это? Ну, должен быть всегда побудительный мотив. Я тоже бы, наверное, ещё долго рожал бы эту ситуацию, знаешь. Но мы увидели место, где можно это было хорошо бы сделать. Всё начиналось с места, да? Да, мы просто призадумались, что там будет здорово. Но на самом деле это важно. Здорово сделать свадьбу, да. Да, потому что, знаешь, и так это достаточно банальная штука, понимаешь, со всеми киданиями букетов невесты. Это для тебя банально, это не для именем. Но у меня не было кидания букетов невесты в жизни. Ага. И снимания подвязки зубами тоже. У меня... Я через это не проходил. Никогда. А мы нашли место, где это могло бы быть и... Я не знаю, тебе понравилось? Знаешь, я хотела тебе сказать по этому поводу. Во-первых, вы были первые в новом месте. И в этом была своя чистота. Там ещё не было никаких отрицательных эмоций. Там ещё не было ни злости, ни ненависти, ни зависти. Вот ты всё правильно говоришь. Вы первые туда вошли. В чистое место. Вот с такого места, наверное, хочется начинать новую страницу в своей жизни. Вот ответ на вопрос, почему. Я славляю этот вечер В твои глаза, твои слова. И эти руки, эти плечи Меня зовут, сводят с ума. То, что женщины хотят замуж, это у нас заложено. Чёрт возьми, в крови. Создание семьи, да. Мы хотим замуж. Мы просто хотим замуж. Мы хотим свадьбу, мы хотим платье, мы хотим детей, семью. Но для мужчины это всегда такой барьер определённый. Почему-то. Да, согласна. Вот я думаю, ну неужели ты проснулся однажды утром, или, может быть, ночью не спалось и подумал, а давай-ка я женюсь. Так же не может быть. Ну, скажем так, всё к этому шло, можно сказать, да? Ну, конечно. Но начали появляться моменты, которые доставляли уже такие неприятности жизненные. Знаешь, отсутствие правильно оформленных отношений. В, там, не знаю, даже в отсутствие у неё прописки, понимаешь? Или там в регистрации, оформлении каких-то документов или виз и так далее. Ну, всё равно, я же ведь не думаю, что ты делала это лишь только потому, что Юля в Москве не москвичка. Нет, нет, нет. Это всё сложилось, понимаешь? И потом, ну не знаю, у неё в глазах было написано, что, и, видимо, у меня тоже, что мы должны с этой ситуацией что-то сделать, знаешь, уже в конце концов. Но при этом ты молчала, да, Юля? Ну, я не давила, конечно. Я просто не давила, потому что понимала прекрасно, что ему тяжело. Всё-таки он находится немножко в другой ситуации, чем я. Он публичный человек, на которого смотрят миллионы людей. И все, естественно, наблюдали за нашими отношениями и думали, чем они закончатся. Слушай, а мама тебя не дёргала? Знаешь, как мы мамы дёргаем детей? Алла, у меня просто золотые родители. Они никогда не вмешивались в нашу жизнь. Значит, первые пару лет было такое, знаешь, она брала... Поиграется с тобой лучше. Она брала телефон и звонила маме, уходя по аллее от дома куда-то туда, понимаешь? Ты знаешь, мама-то всегда была на твоей стороне вместе с папой. Часа два, я бы должна была... Они его так полюбили, что они всё время... Я не могла потом уже, боже мой, ни на что пожаловаться, потому что мама говорила. Ну, слушай, любые родители переживают за своих детей. И, конечно же, у них мелькала мысль. Господи, ну, может быть, он с ней сейчас вот так вот побудет, пройдёт пару лет, потом скажет, извини, дорогая, возвращайся-ка ты домой. Или в лучшем случае, может быть, даже купит квартиру, между прочим, в Москве и поможет совсем, но не женится. Такие же тоже случаи есть. И я тебя уверяю, что твои родители переживали. Я даже ни секунды не сомневаюсь, что это нормально. Было бы ненормально, если бы они не переживали. Они никогда не говорили об этом. Иди, делай, что хочешь. Они никогда не говорили об этом. И никогда не показывали виды, что они как-то напрягаются по этому вопросу. Ну, что это доверие такое к тебе? Или уважение, может быть, к Игорю, как к человеку, и вера в то, что он не обидит тебя, да? Я думаю, что и то, и другое. И вообще всегда как-то... У меня есть еще младшая сестра. Они никогда не вмешивались в отношения. Никогда. Папа говорил, если тебе хорошо, если ты счастлива, и тебе с этим человеком хорошо, мы его примем. Вернувшись к свадьбе. Я не так давно делала свадьбу своей дочери. И организация свадьбы. А у вас, тем более, в такие короткие сроки. Вот как-то вы очень долго открывали, во-первых, или же вы действительно решили в последнюю минуту очень быстро сделали ее. За две недели. Свадьбу за две недели. И на самом деле я считаю, что это очень было правильно. Я не представляю, как можно месяцами или годами знать, что у тебя какое-то число, например, через год. Можно сойти с ума, в принципе. Можно сойти с ума. Мы за две недели... За две недели мы сошли с ума. И мы просто уже... Нам казалось, ну, дальше уже все. Нет, это невозможно. Есть некие технологические процессы, которые не могут быть короче. Например, изготовление пригласительных... То есть ты хочешь сказать, что если бы их сделали за три дня, то вы сделали свадьбу бы и через три дня. Там еще же, как в Средневековье, вручную клеили эти кристаллы Сваровские на каждый пригласительный. Это девочка захотела? Я не думаю, что ты о кристаллах Сваровского думал. Она выбрали. А ты не отказала. Юль, ну, свадебное платье. Как только девчонка начинает понимать, что она девочка, она начинает мечтать об этом платье принцессы. Конечно же, и ты мечтала. Было три платья, которые я увидела изначально. Это платье очень хорошее от Тони Ворда. То есть прекрасный дизайнер. Он лично прилетел на примерку. Он мне сказал, ты знаешь, вот тебе это платье, оно прямо идеально. Платье-мечта – вот первое, о чем задумывается девушка, которой сделали предложение руки и сердца. И мечта эта непременно должна соответствовать самым последним модным тенденциям. В прошлом году западные невесты сходили с ума от свадебных нарядов в восточном стиле. Их шили из экзотического шелка, а украшали золотом и цветами. Сейчас наиболее актуально смешение разных тканей в одном платье. Тюль с тавтой, шелк с оргазой. Вариантов много, на любой вкус. Многие невесты сегодня отказываются от фаты в пользу красивой прически, а может быть и зря. Ведь в старину она непременно украшала головку новобрачной, не только символизируя чистоту и непорочность девушки, но и укрывая невесту от злого глаза, а молодую семью от бед и несчастья. Выбрать фату несложно. Достаточно придерживаться простого правила. Если платье пышное и броское, то фата должна быть маленькой и скромной. И наоборот, если платье из гладкой ткани, фату можно украшать атласом или расшивать бисером. Худенькой, невысокой девушке подойдет многоярусная фата. А невесте с пышными формами лучше выбрать фату гладкую и неброскую. Что касается наряда для венчания, к нему следует подходить с особым вниманием. Платье должно быть обязательно светлым. Появление в темном или ярко-красном наряде священнослужители могут счесть за оскорбление. Фату можно при желании заменить на палантин, изящное покрывало, либо шляпку. Но голова невесты обязательно должна быть покрыта. И еще один нюанс. После венчания платье принято хранить дома. Его нельзя давать на прокат или дарить кому-то. Оно может только переходить по наследству от матери к дочери. В разных странах существует разная традиция. Конечно же, наши зрители не простили бы мне, если бы я не говорила о каких-то деталях, связанных со свадьбой. На меня невероятное впечатление, Игорь произвел момент на свадьбе, когда твои родители, бабушка вместе с ними и сестра, подошли к вам с иконой, которая на протяжении уже нескольких поколений является символом семейного счастья и надеждой на детей. Я очень была тронута. Для тебя что это значило, Игорь? Это вообще неожиданно было для тебя или тебя подготовили? У меня эти два момента, вот икона со стороны Юлькиных родителей и вот каравай со стороны моей мамы, к которому она тоже готовилась трепетно, писала речь, заучивала. Вот, и поэтому это очень важно для них и очень важно для нас. И они такие же вот простые непосредственные люди, как и сама Юлька. В разных странах на разных свадьбах дарят разные подарки. Твоя дочь Юля, что она подарила? Юля, которая не была в Москве 6 или 7 лет и прилетела специально на свадьбу. Она написала стихи к свадьбе и выгравировала их в такой специальной рамочке, подписала Игорь и Юля где-то, что в Америке надо было найти. Это значит, что она к этому очень серьезно готовилась. Для тебя, наверное, Юля, это очень важно. Потому что, в конце концов, если я не ошибаюсь, Юля старше тебя даже по возрасту и, ну, наверное, это непростая история для тебя. Какой-то барьер был, когда ты знакомилась? Ты нервничала же, наверное? Конечно, я нервничала. И для тебя это было важно, наверное, Игорь? Я не нервничала ни капли, потому что я знал, что в любой ситуации Юля всегда за меня, на моей стороне. То есть Юля могла... Она смотрит на человека, на любого, только с той точки зрения, насколько этому человеку будет хорошо для меня. Насколько тебе будет хорошо с этим человеком. Я просто хочу сказать о том, что я не знаю, как я бы повела себя, если бы мой папа был не с моей мамой, а с какой-то другой тетенькой, да? И вообще вот я... Которая еще была бы моложе тебя. Да, я ставлю себя на ее место. Я не знаю, я бы... Не знаю, как я поступила. То есть это ее именно какое-то великодушие. Доброе отношение. Да, это великодушие, потому что у нас не просто прекрасные отношения. Возвращаясь к вопросу, почему свадьба все-таки состоялась, немаловажную роль сыграла Юлька. Потому что она очень верующий человек, и более того, она считает, что свадьба это просто шаг на пути к венчанию. То есть к более серьезному этапу, потому что... Ну а церковь, якобы она отделена от государства, но она не венчает, если нет штампа в паспорте. И она страшно была счастлива именно по этой причине, что... Вы сделали очередной шаг по пути к венчанию. Ну да, потому что выражение не случайное перед Богом и людьми, понимаешь? Но в жизни все наоборот. Сначала перед людьми, потом перед Богом, потому что так сделан закон, ты понимаешь? Ты даже не знаешь, как ты прекрасна, как ты прекрасна, как ты прекрасна. И даже быть рядом с тобой опасно, с тобой опасно, с тобой опасно. Ведь может от счастья поехать крыша, я словно ослеп, я других не вижу. Одно лишь я знаю, одно мне ясно, что ты прекрасна. О, как ты прекрасна. Свадьба закончена. Свадьба, кстати, я была на свадьбе, мне кажется, часов до трех утра. А свадьба, насколько я знаю, была до пяти часов утра. До шести. До шести даже. И вот вы приехали домой, закрыли за собой дверь. Я не хочу спрашивать, что происходило, потому что это неприлично. И сладко уснули. Интересно. Но думаю, что усталость была такая, что просто вот доползти бы до постели. Да, кстати, я готова вам дать несколько рецептов, как продлить романтическое настроение. Всем известно, что бокал хорошего вина снимает напряжение перед романтическим свиданием. Специалисты говорят, что можно обойтись и без алкоголя. Достаточно капнуть ароматическое масло на запястье, и вечер станет удивительно прекрасным. Масло корицы добавляет остроты ощущений и повышает запас энергии. Иланг-иланг помогает расслабиться и увеличивает мужскую силу. Король масел, жасмин, позволяет женщине ощутить свою привлекательность и испытать наслаждение близостью. Если под рукой не оказалось ароматических масел, можно приготовить ужин, возбуждающий эротические фантазии. Конечно, лучше трюфеля, продукт страсти придумать сложно. Эти грибы обгоняют даже икру и устрицы. Любые грибы можно назвать источником сексуальной энергии. Даже среди овощей есть прославленный и одновременно таинственный представитель афродизиаков. Это артишок. Даже император Нерон не гнушался таким кушаньем. А французы, известные любовники, говорят, что эти удивительные овощи разогревают страсть. Удивительно, но самый обыкновенный кофе тоже является афродизиаком. Легендарная маркиза де Пампадур регулярно пила черный кофе с сельдереем. Не столь важно, что именно вы приготовите и какие специи будете добавлять блюда для романтического ужина. Главной приправой чудесного вечера станут нежные отношения двух любящих сердец. А наступило утро или там полдень, вы проснулись. Ну что ты, как суламифь, напоите меня вином, подкрепите меня яблоками. Или же одела просто джинсы и пошла яичницу жарить. Вот как это было? Вот это первое утро семьи Николаевых. А на другой день я просто знал, что у нас концерт, надо ехать готовиться. Мы просто вскочили, поели кашу, попили чай, попили кофе. И быстрее просто собирать какие-то кофры для концерта и решать организационные вопросы. Зато у нас был свадебный концерт. И у нас был еще другой день, мы догуливали еще. У нас был второй день уже для родственников и для моего коллектива, то есть для наших музыкантов. Юль, ну ты вообще готовишь иногда? Если в Майами, то да. Игорь, она умеет готовить? Отвечай. Не думая долго. Я думаю, что она учится. Кое-что она умеет делать. Почему? Что-то там вкусное делала. Она в Майами готовит, потому что там нету домработницы. И что ты готовишь? Ну я как-то сделала один раз, ну это по маминому рецепту, нам очень понравилось. Себас со сливочками, с лимончиком. Хочу предложить тебе блюдо одно, которое мне кажется тебе понравится. И ты запишешь в свою книжечку рецептов. Здравствуйте, меня зовут Кирилл Куликов. Сегодня я приготовлю блюдо. Это картофельные шарики с очень вкусным грибным соусом. Для начинки нужно белые грибы порезать мелко. Любая начинка, она должна быть мелко порублена, порезана, для того, чтобы она хорошо лепилась. Теперь нужно подготовить вешенки для соуса. Вешенки лучше всего не резать, а вот их рвать. Вот на такие волокна, как они идут. Теперь нужно порезать лук для грибного соуса. Приготовление фарша начинаем с обжаривания лука в сковороде. Наливаем масло, бросаем лук. Как только лук обжарится, сразу кладем туда грибы. И сразу посолить. Когда грибы практически обжарились, туда добавляем резанный мелким кубиком помидор. Перемешиваем и добавляем грибной отвар. И немножечко режем петрушки. Растопливаем масло. Бросаем туда лук, нарезанный чесночком. Слегка обжариваю. Лук обжарился. И сразу же кладем вешенку. Все. Нужно добавлять немного отвара. Когда бульон выпарился наполовину, нужно добавлять сливки. Добавляем зелень. Ну и ставим слабый огонь, чтобы соус немножко поварился и выкипел. Делаем вот такие вот лепешечки. И с помощью ложки кладем начинку. Нужно защипить так, чтобы начинка осталась вся внутри. Ну и скатать шарик вместе с мукой. Шарик кладем на шумовку и опускаем во фритюр. А как вы встретились? И говоришь, Игорь Юрьевич, послушайте, я очень хочу петь, я не могу жить без музыки. Так что все-таки правда? Ну, в общем-то, наверное, больше вторая версия. Был концерт в Екатеринбурге у Игоря. И мы с подружкой. Я случайно оказалась там. Подружка должна была пойти со своим мужем. И одна девушка, женщина, написала для меня песню, подарила мне песню. Я хотела спросить его мнение. И у меня подружка моя надоумела, она сказала, волшебное слово слабо. Пойдем, пойдем, пойдем. Ну что тебе слабо? Ну просто спеть. Вот узнать, хит это песня или нет. И вы пробились туда за кулисы, да? И мы пришли не за кулисы, мы пришли со стороны служебного выхода. Да, и стояли мы там совершенно не одни. Я ей сказала, что я не буду никак себя проявлять. Но в тот момент, когда Игорь пошел, она меня просто толкнула вот так. И что ты? Я сказала, очень тихо, между прочим. Я сказала, Игорь Юрьевич, могу ли я вам спеть? Я не знаю, как он это услышал, потому что около него просто стояла вот такая стена из охранников, которые... А, все-таки правда кое-что. Теперь продолжение Игоря Юрьевича. Да. Идешь ты после концерта, и вдруг ты слышишь в этой толпе. Игорь Юрьевич. Нет, ну там, в общем-то, большой четырехэтажный проем лестничный, понимаешь? Марш лестничный. И ты спускаешься, да? Да. И она стояла, и спела это четверостише, и эхо, вот это, знаешь, эффект лестничной клетки. Вы знаете, вот был какой-то момент, я себя не контролировала. Он на меня вот просто, мы встретились глазами, он на меня так смотрел, что мне говорил, не бойся там, пой, пой. Так как-то все очень трогательно было. И, конечно, я не могла подумать, что будет продолжение. Я вернусь. Я был счастлив, был наивен. Я так верил ей во всем. И любовь, как теплый ливень, Нас ласкала летним днем. Вот вы познакомились в какой-то момент, к тебе, наверное, кто-то позвонил, кто-то обратился к тебе, или ты просто приехала в Москву? Нет, я приехала в Москву на конкурс «Народный артист». И я позвонила Игорю, поскольку диск, который я отдала, он был в единственном экземпляре. Отдайте диск обратно. Отдайте диск обратно. Потому что, ну вообще, я хотела узнать судьбу этого диска, вот что, что дальше. Но когда я услышала, я думала, это телефон администратора. Я даже не была готова к тому, что он ответит. Я растерялась. Я сказала, Игорь Юрьевич, это что, вы? Он говорит, да. Я говорю, это Юля из Екатеринбурга. Я вас помню. Он мне сказал, да. Я вас помню, да-да-да. И он мне положил трубку, он со мной стал разговаривать. Он меня пригласил в ресторан. И сказал... А вы просто обольстители, Игорь Юрьевич? Да, он меня пригласил в ресторан. Ну один раз-то можно в жизни пообольщать, ну что-то. И телефон сразу свой мобильный, за который, может быть, боролось такое количество женщин. И в ресторан. Впоследствии, все, кто его знает... Хочу тебе сказать, видимо, это была любовь с первого взгляда. Ну это, мне кажется, это была судьба. Что-то, что-то было, в общем, предупредить. Ну хорошо. И вот он тебя пригласил в кино в какой-то момент. Мы пошли на ужасы. Наши друзья, которые с нами пошли, потому что Игорь первое время с собой брал вот Павла Жигуна с женой Эльвирой. И они все время нас друг к другу подталкивали. Сейчас, сейчас, если сейчас услышу, что он смущался, поэтому брал... Он смущался. Очень сильно. Очень сильно смущался. Если бы не эти друзья, я не знаю. То есть это вот, они давали нам толчок друг к другу. А друзья сидели между вами? Нет. Или вы рядом? Они вовремя тактично удалились. Мы просто в какой-то момент их потеряли. Алла не знала, что настолько глубоко актерское мастерство было. Когда я положил руку, свою руку на мою руку, во мне просто столько было эмоций, что я до сих пор не помню, в чем там смысл фильма. Но это все под кишки, понимаешь? Под распиливание какое-то. Под выпадание. А почему ты на такой фильм понял? А потом мы поцеловались, Алла. Потому что ты... В кино? В кино. Мы поцеловались. И этот поцелуй мне запомнился навсегда. Это было просто что-то невероятно трогательное. Вы поцеловались очень быстро. Вот так. И все. И все. Ой, я с вами заговорилась. Совершенно забыла об этом блюде, которое я хотела тебе предложить. Давайте вернемся на кухню. Ну так как и начинка, и как-то актельное пюре у нас все готово, нужно только внутри шарик прогреть, а снаружи нам нужен золотистый колер. Ну и как только пожарятся шарики, нужно обязательно выложить на такую вот салфетку, можно бумажную, можно просто на полотенце, для того, чтобы лишний жир впитался. Вот такие красавцы получились. Картофель и белые грибы отварить. Мелко нашинкованный лук обжарить до золотой корочки. Добавить нарезанные грибы, посолить, перемешать. Выложить в сковороду нашинкованный кубиками помидор и мелко нарубленную петрушку. Влить грибной отвар. Для соуса лук нарезать полукольцами, а вешенки аккуратно разломить руками. Обжарить в отдельной сковороде, влить грибной отвар, чуть позже сливки. Добавить укроп и петрушку, немного потомить. Положить фарш в лепешки из отварного картофеля, слепить колобки, обвалять их в муке и обжарить во фритюре. Соус подогреваем грибной. Берем очень красивую тарелку и соус выливаем прямо на дно тарелки. Пончики, когда весь жир впитался в салфетку, выкладываю на соус. Ну и остается только украсить. Можно взять такой перчик чили, он очень красивый, красный. Тоже помидорчик черри такой же. Ну и, конечно же, несколько веточек зелени. Картофельные шарики, фаршированные белыми грибами с грибным соусом, готовы. Приятного аппетита! Понятно, что жизнь всех не состоит только из праздников. Конечно же, не все дни сотканы из любви. Наверное, ссоритесь. Бывает же такое. Кто, во-первых, первым пытается найти дорожку к сердцу другого из вас? Кто более мягкий и кто не выдерживает ссору? Первый. Мы такие компромиссные два товарища. На самом деле, каждый из нас признает какие-то моменты, в которых был неправ. Поэтому у нас нет человека... Вы не ждете пока кто-то конкретный вопрос прощения? Нет. Но бывают ситуации, где я неправа, и прошу прощения. Бывают ситуации, где Игорь неправ, он тоже говорит это. В состоянии признать? Это очень замечательно. А зачем это держать? А зачем? Да. Ну, это ужасно, когда держат. Ну, знаешь, существует категория людей, которые... Ну, не могут они сделать этот первый шаг. И это сложнее отношение. Конечно. А я прочитала одну историю, что вот существует как бы история интересное написание песни СМС, что вы поссорились в Майами, ты ушел из дому на целый день. Да, и пошел, пригласил ее потом на ужин, и пока мы ехали... Спел, спел, просто поставил демо, и я расставила так, что я уже была готова все... Сама просить прощения. Возвращайся домой, возвращайся домой, умоляю. Ну, он так уже сказал, ну, сегодня я еще поработаю над песней. А, то есть ты дал все-таки такой легкий холод. Молодец. Он больше думать не мог ни о чем, бродил по лужам под летним дождем. Для всех друзей он как будто исчез и опять написал СМС. Ты не обижайся, я скучаю, дорогая моя. Ты же точно знаешь, в этом мире я живу для тебя. То, что вместе мы с тобою, это счастье выше небес. Он все это вновь перечитал, а после стер СМС. Я знаю, что Игорю просто необходимо какое-то пространство личное, где он будет один. Даже вот работать над песней, я здесь совершенно сейчас не нужна. Я могу только супчик принести днем. Мудрая девочка наша, мудрая. А работаешь что в основном в Майами? Это город, который, ну, как мне кажется, и тот вид из окна, который у тебя есть. И ощущения по природе, по состоянию, по энергетике, которые способствуют тому, чтобы там создавалось что-то прекрасное. Мне так кажется. А, например, сегодня утром, прежде чем ехать сюда, я придумал песню, пока она спала. А, очень красиво. Ну, оно вот так, раз, а могло и не быть. Прямо сразу со словами? Со словами и с музыкой. Вот так у него все происходит. Представляете, какое множество? Юлька, ну, я, во-первых, не представляю, что ты, как женщина молодая, должна ощущать, находясь рядом с таким человеком талантливым. Я когда-то читала, что Том Круз и Никол Кидман долгое время устраивали, тогда, когда они еще были женаты, свидания еженедельные. То есть он назначал ей свидание, условно говоря, в пятницу в 7 часов вечера у кинотеатра. И они приезжали туда из разных мест, не виделись целый день для того, чтобы поддержать, ну, некую романтичность в отношениях, конечно же, и сохранить чувства. Хорошая идея. Ты устраиваешь какие-то вот такие романтичные вечера, может быть, при свечах? Как-то больше в Майами это происходит. Бывает, как-то там сядем на балкончике, мило при свечах. Это, кстати, от женщины в основном зависит. Дело в том, что... Ужин при свечах. Да, хорошо. Первым шагом в организации романтического вечера должен стать выбор основной темы. Конечно, можно ограничиться набором эротического белья, бутылочкой охлажденного шампанского, экзотическим ужином и красивой музыкой. Эффект, безусловно, будет. Но при наличии особой тематики, в которой выдержаны все этапы вечера, он станет незабываемым. Как пример, можно организовать ужин с морячкой, школьный бал, казино или туристический вечер. Ролевые игры всегда способствовали укреплению любовных отношений. Определившись с тематикой, можно приступить к организации процесса. В туристическом варианте с особым вниманием стоит подойти к месту для прогулок. Лучше выбрать тенистый, не очень оживленный парк. В кустах нужно заранее припрятать бутылочку вина, бокалы и фрукты. Сценарий эротического казино может быть не менее увлекательным. Домашняя рулетка, в которой ставкой могут быть предметы одежды, эротические танцы или нежный массаж, оживит отношения даже после 20 лет совместной жизни. Легкие закуски из продуктов афродизиаков только добавят искорку в столь азартное времяпрепровождение. Можно ограничиться и просто вкусным домашним ужином, только с особым вниманием выбрать для него посуду, скатерть и свечи. Красивая сервировка вносит волшебную ноту в любую атмосферу. С ароматическими свечами стоит быть осторожнее. Сильные запахи могут испортить романтический настрой. И постарайтесь подготовить не очень сложные рецепты, ведь главным блюдом романтического меню станете вы. Это блюдо должно быть самым свежим и привлекательным. Господин композитор, вам приятно писать для этой певицы? Каждый режиссер должен найти свою актрису. Композитор должен найти своего певца или певицы. Ты понимаешь, какая же штука? Все песни, в основном, если ты хочешь, чтобы эта песня была хитом, она должна быть о драме, а не частной любви. Понимаешь? Ну все, понимаешь, ромашки спрятались, а он снял пиджак наброшенный, а я... Опять причин. А огней так много, опять причина, а я люблю женатого. А первая причина это ты. Да, понимаешь? Первая причина это ты, а вторая все твои мечты. Третья это все твои слова, я им не поверил едва. Четвертая причина это ложь, кто прав, кто виноват, не разберешь. А пятая причина это боль, от того, что умерла любовь. Все это жалобы. Получается, что тебе тяжело писать для Юли. Кстати, моя дочь написала для нее сумасшедшую песню. Мне очень нравится. Ты мое счастье. Ты мое счастье. Когда она ее сыграла, у меня просто такие были мурашки, я так была тронута. Я ей очень благодарна, что она чувствует нас, она почувствовала наши какие-то ощущения. Я так хочу вас попросить, чтобы вы спели, сыграли. Это вообще реально или неудобно вас спросить об этом? Почему, наоборот, будет здорово. Я буду не в своей роли композитора, а в роли папы композитора. А папы композитора и поэта, и аккомпаниатора своей жены. Ты проснешься, я улыбаюсь тебе. С добрым утром, мой лучик солнца в судьбе. Нежным поцелуем тебя награжу. Что же это за счастье себе я скажу. И любуюсь долго-придолго. Сонным взглядом и с мятой челкой. И так будет всегда, по-другому нельзя. Ты мое счастье, ты мое солнце, Ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда. И без тебя мне ничего не надо. На ресницах солнце играет, И душа полет начинает. На земле ты самый лучший, Пусть об этом целый мир знает. Ну а я просто рядышком буду, За своим счастьем, следом повсюду. Мои сбылись мечты, Со мной рядом ты. Ты, ты мое счастье, Ты мое солнце, Ты мое тук-тук, Что в сердце бьется. Ты моя нежность, Моя награда. И без тебя мне ничего не надо. Как же одиноко было В мире без тебя. Все, чего хочу я, жить и умереть, Любя, Лишь бы в твоих руках, Глядя в твои глаза. Ты мое счастье, Ты мое солнце, Ты мое тук-тук, Что в сердце бьется. Ты моя нежность, Моя награда. И без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье, Ты мое солнце, Ты мое тук-тук, Что в сердце бьется. Ты моя нежность, Моя награда. И без тебя мне ничего не надо. И без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье. У меня в программе есть рубрика «Новое лицо», где я пытаюсь представить талантливых ребят. Хочу вас попросить представить эту рубрику. «Новое лицо». Это так интригует, так интересно, что это за лицо, какое будущее, что там скрыто. Интересует новая душа, интересует новый мир, который вместе с этим лицом к вам придет в дома и в сердца. Поэтому, конечно, талантов, открытий, дерзновений и удачи. Олег Сидоров начал свою профессиональную карьеру певца и композитора с красного диплома музыкальной школы. Занимался я по программе импровизационного колледжа. То есть, помимо классического фортепиано, классического сальфеджио и прочих других предметов, много времени уделяли композиции, джазовой и эстрадной импровизации. Освоив фортепиано и саксофон, увлекся эстрадным вокалом и отправился завоевывать премии различных конкурсов. В 10 лет занял второе место в международном конкурсе композиторов «Хрустальный камертон». Также в этом же году стал стипендиатом Международного фонда «Новые имена», благодаря которому мне удалось побывать в различных европейских странах и выступить на концертных площадках, скажем, фонда ЮНЕСКО или в конференц-зале «Эфлевая башня». Олег Сидоров занял второе место на Евровидении 2007 «Золотые и серебряные медали» на Дельфийских играх, второе место в конкурсе «Детская новая волна». В этом году я поступил в Государственный музыкальный колледж Минигнесина на факультет теории музыки, где, надеюсь, буду учиться на протяжении четырех лет. Сейчас я хочу стать композитором, который будет писать музыку к фильмам, музыку, возможно, песни для других исполнителей. То, что моя жизнь будет связана с музыкой, я в этом более чем уверен. Где вы любите отдыхать? Есть такое место на земле, которое... И ты его знаешь. Что, Майами? Понимаешь, ну вот осень, если даже, скажем, можно найти летом открытый корт, например, и то с трудом, знаешь... Да, ты же любишь теннис у нас играть, да. Да, то там ты просто на каждом шагу эти открытые корты, и ты можешь просто делать то, что тебе хочется, знаешь. А мне кажется, что потому, что ты родом Сахалина, Сахалина, потому что это море... И потому, что ты вырос с ощущением морского воздуха. Да, именно поэтому. Ну, как вот... Вот как я чувствую тебя, Игорь Юрьевич? Он нашел свой дворик В городке у моря И без всяких видимых причин Растревожив память Начал тихо плакать Человек, влюбленный в Сахали Растревожив память Начал тихо плакать Человек, влюбленный в Сахали А Париж? Париж это... Для вас. Это мое любимое место Романтичный город Да, очень А вы вдвоем уже были в Париже? Много раз И там как-то так все это... Ну как? Красиво, так приятно гулять Все дышит какой-то историей Кажется, сейчас прям какие-то дамы пойдут Дамы с кавалерами Очень по-доброму отношусь к вашей паре Хочу пожелать вам Сохранить трепетность чувств Потому что сегодня это важно Смотреть такими влюбленными глазами Юль И ты в восторге и эйфории от того, что происходит Это все понятно Ну пусть пройдут годы И чтобы у тебя такие же влюбленные глаза были И чтобы они так же сверкали Это... Это всегда чувствуется Влюбленная женщина Она такая красивая всегда У нее так горят глаза, что ни косметики не нужно Ни нарядов особых не нужно Есть внутренний свет, который освещает Композиторы существа тонкие, как и поэты, впрочем Поэтому я желаю тебе Мой милый друг, дорогой, многолетний Чтобы ты как композитор, как поэт существовал Как можно дольше И чтобы всегда находились темы, которые тебя вдохновляют и радуют И чтобы твоя жена была бесконечным источником для тебя Вдохновением для создания новых произведений Мне было очень тепло при встрече с вами Может быть потому, что я вместе с вами пыталась прожить вот эти вот ощущения Эти эмоции, через которые вы прошли Я думаю, что было интересно и нашим телезрителям Я с вами прощаюсь до следующей недели А сейчас предлагаю вам отправиться в путешествие В Париж Город, который так полюбился Игорю и Юле Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...